Матч принципиальный, ожидаемый, соперники друга знают хорошо, и мы за три дня попытались изучить команду, отметили сильные качества, в принципе, в начале первого тайма мы увидели то, во что играет Баты, но небольшая нервность в обороне, к сожалению, позволила забить его, хотя такой был немножко курьезный, ветром, поры ветра пошел, значит, рыбовыходящий, но, к сожалению, не вылучшил ствол для нас, вот, ну, я бы сказал так, комментировать, особенно я не хочу, там, допустим, какие-то нюансы в ходе матча, но получили большую пищу для размышления в плане оценки индивидуальных качеств футболистов на сегодняшний момент, предстояние команды в целом, вот, то есть, пища есть, анализ будем делать, не по горячей следам, конечно, оценить футболиста не буду, ни в коем случае, потому что, как-то, все еще достаточно новое для нас, вот, ну, я, единственное, плюс то, что второй тайм провели, достаточно агрессивно, эмоционально, с хорошего желания борьбы, много выигрываний, а может, вот, давление определенное, хотя в атаке, конечно, скоро и взаимодействие пока отслеживает лучшего, то есть, мало создаем угроз, мало моментов, вот, соперник позволял играть, поэтому, будем работать над этим, повторяю снова, важный был результат, но, к сожалению, не в нашу сторону, по голу, ну, надо смотреть, но нам показалось, что гол был правильно забит, нам показалось, опять же, это, опять же, надо смотреть видео внимательно, хотя надо сказать, что вроде был чистый помех, он не играл в роли, а удар в дальний угол, ну, ну, это уже, как бы, издержки, поэтому, анализ, анализ, еще раз анализ, я повторю снова, то, что ребята хотели бы сыграть качественно, выиграть матч, это было видно и по настрою, но вот, чего-то там не хватило, пока сейчас говорить, именно чего не хватило, и по футболистам, повторюсь снова, что, я говорю, выше, рановато, надо подумать, надо смотреть, хотя, набор игроков достаточно серьезный, мы это видим, но, как-то сделать так, чтобы эта команда показывала тот футбол, как мы хотим, немножко нужно времени. Спасибо большое, если вопросы, можно? И вот, следующий, вы сказали про состояние команды, а вот какое оно, в каком состоянии вам оставил? А я не знаю, я не могу сказать. Физическое, ментальное? Пока сложно, это, вот так вот, на вскидку не оценишь, поэтому, ни в коем случае, ни в чьи грудками бросать, мы не имеем права, тем более, в сторону наших коллег, они старались, они хотели, чтобы была команда хорошая, тоже, поэтому, нет, я не говорю о состоянии физическом, я говорю о том, есть психология, очень важная психология, очень важно, вот, есть состояние индивидуальных футболистов, есть состояние общей подготовленности к сезону, мы не знаем, поэтому, анализ, какой хороший, плохой, ни в коем случае здесь, у меня свои задачи и цели, у тренеров, у других тренеров свои задачи и цели, поэтому, для себя, что анализ, а я в состоянии, какой он принял команду, чтобы понять, нужно время. Вы сегодня дали время Колобаричу, Дивановичу, и они даже в заявку не попадали, при Иване Бенчике, как вы их оцените? Ну, я смотрел три дня их работу в целом, вот, я посмотрел матч Дивановича против молодежи сборной Италии, он, показалось, что стало хорошее впечатление, Колобаричу стало хорошее впечатление, почему он вышел сегодня, хотя, есть вероятность ошибки, небольшой, ну, как ошибки, может быть, лучше было бы, если вышел Скалыш, возможно, возможно, Но мы надеялись, что будет давление штрафной, а Колобарич вот эти три дня очень хорошо действовал в штрафной площади, то есть, он такой игрок, чувствует момент, он туда продавливает, давит, ну, как обычно, в такой ситуации нам нужно было давление штрафной, чтобы вот там работал, но, к сожалению, давление не получилось, чтобы там он много поработал, он больше был, к сожалению, борьба была за три поля в основном концовке, вот, а мы его выпускали с этой целью, чтобы там штрафной, фактура у него, он такой момент чувствует, это то, чтобы увидеть доскидка, Три дня, поэтому, вот, третий снова, набор футболистов неплохой, хороший, вот, и нужно потенциальных развить, это моя работа уже, данные. Сегодня опять сегодня заявки остался Филипенко, а почему это случилось? Филипенко наивил состав, но за два дня до матча на тренировке поехала нога, и немножко маленький микродрипчик, где-то неделю нужно там уже, то есть, это травма, к сожалению, да, так сложилось для нас тоже потери, но что делать? Это футбол. Артем Гульков, пресс-бол, подскажите, пожалуйста, почему все-таки так и не появился с Калыш? Потому что я его не выпустил, я же сказал выше, что была дилемма его или Калабарича, но я же объяснил ситуацию. Возможно, может быть, он помог больше бы, если согласен. Вопрос, ну, для меня странно, не знаю, поддержишь на линии, не поддержишь, что в середине апреля Солигорск играет на искусственном поле, на «Шахтере», на «Строителе», общался с болельщиками впервые, они тоже отнеслись к этому немножко странно. Ваше умение, интересно, какое, где было бы лучше сыграть на искусственном газоне здесь, либо на натуральном? Ну, так, если я за эти дни не успел посмотреть строительство, чтобы у меня было времени, было очень много работы, но мне кажется, что он еще не готов, да, в травяное поле, по-моему, еще не готово просто. Я думаю, что в мае мы, в 2 мае уже выйдем туда, наверное, скорее всего. Мы только вышли, буквально 3 дня, 2 дня, работали на трое у себя на базе, я только тренировалась на «Синтетике». Поэтому, я думаю, скорее всего так, основная проблема – это не того, что мы выбираем, а того, что поле еще не готово. Весна, видите, поздняя, такого не было. Я не знаю, как вы следили за нашим чемпионатом в прошлом сезоне, но Роман Степанов очень хорошо себя проявлял в составе Брестского «Динамо». В этом сезоне Степанов совсем своих шансов не получает. Почему? Хотя, опять же, не хочется там как-то персонален, но, по-моему, игра Плотникова, она не безгрешна на старте сезона. Ну, будем разбираться, я же сказал выше, что анализ будет делать, пока мне сложно сказать.